Всем привет! Сегодня у нас 3 мая, и сейчас почти час дня. Я всё утро была чем-то занята, и простите, что я так давно не снимала влог, но в моей жизни ничего не происходит, опять-таки, интересного. Я просто куда-то хожу, куда-то езжу, что-то делаю, но ничего такого интересного, что можно было бы заснять вам, к сожалению. На вопрос, зачем Ксюша тебе удлинитель, если у тебя есть розетка? Отвечаю. Розетка, она у меня новая, и она не принимает многие, как сказать, вилки от моих, так скажем, от моей техники, поэтому у меня на столе лежит ещё вот такой вот переходник. Да, мало ли у кого-то будет вопрос. Сейчас я пью чаёк, который мне Олеся подарила, Алаказе марокканский мне очень понравился, и вот такие вот шоколадки маленькие. Мне тоже их Олеся подарила, я вот иногда их кушаю. Мне вот сейчас нужно немножечко счастья и немножечко сил, потому что мне сегодня нужно отнести много-много всего для бабушки. И также мне пришло извещение, и я не знаю, наверняка это одна только посылка, конечно же. Но я жду последние где-то четыре. Я уже хочу снимать вам видео, потому что, я не знаю, испортится у меня там что-то, то, что мне уже пришло или нет, потому что я держу себя и просто не открываю. То есть я убрала пакет сам от почты, потому что он чем-то неприятным пах, просто полиэтиленом очень так, противно. И я просто не открываю то, что там было внутри, и вот держусь, и сдерживаюсь я, чтобы, не знаю, на камере это сделать, я не знаю. Хочется уже посмотреть. И, да, я очень жду своей оставшейся посылки. Почему бы нет. У нас, наконец-таки, началось тепло. У нас начали цвести деревья. У меня тут береза начала цвести, так что сейчас надо будет перед выходом обязательно найти таблеточки от аллергии и что-то ещё докупить. Уведомления. Я тут сижу и вечерами ищу какие-то новые фильмы, которые я могу ожидать. Помимо Мира Юрского периода 2, я теперь ещё жду посмотреть Мстители и... Как это? А, Вином. Оно вроде бы вот эта вот чёрная материя, как сказать, чёрное чудовище Вином, оно вроде бы было бы бы, без бы было в Человеке-пауке, если меня ошибает память, там, о какой-то части, во второй, что ли, части было. Надо будет пересмотреть. Я давно не смотрела этого всего. И чем я ещё занимаюсь? Я смотрю дорамы. До сих пор я их смотрю. Я хотела посмотреть аниме, но тут дорамы, дорамы, дорамы. На днях посмотрела дорамы. Очень интересно. Называется Думай как преступник. Мне безумно она понравилась. Правда, конец был. Немножко странный, но я надеюсь, что у них всё хорошо в конце всё-таки было. Конечно же, как всегда, куча-куча видео, куча музыки накачала в честь этой дорамы. А сейчас пересматриваю Золушка и 4 рыцаря. Или 4 принца. Я её когда-то смотрела, но я так её вскользь смотрела и практически не помню, что там было, и поэтому решила пересмотреть. У меня как всегда много вкладок. Как же без этого? И конечно же, как же без того, чтобы мне кто-то не написал? Мне пишут опять странные люди. Я когда-то жаловалась вам, когда ещё гуляла по городу, и жаловалась, что мне пишут странные люди и предлагают мне странные вещи. Они до сих пор пишут, но уже более настойчиво. Приходится как-то их тоже настойчиво просить это не писать, но они, конечно же, обижаются. Люди часто обижаются, когда не получают желаемого. Что-то у меня кашель появился, я не знаю. Я вроде мороженое не ем, а кашель появился. Странно. Что ж, сейчас я буду уже, наверное, собираться. У меня чаёк практически остыл уже. Надо собираться. Там тут шумит машиной. И пойду. Да. Я до сих пор хожу, кстати, в куртке. Я хожу в джинсах, футболке и куртке. Потому что мне как-то непривычно так после зимы снимать там шапку. Ну, шапку я уже привыкла снимать, а вот куртку как-то до сих пор непривычно снимать. Я не знаю, бывает ли у вас такое, что вы же до последнего ходите в тёплых вещах, хотя на улице уже почти 20 градусов. Я не знаю. Я, наверное, одна такая странная. Но, наверное... Ой, что-то летает мошка какая-то. Увидимся, наверное, с вами чуть попозже. Я надеюсь, что я закончу сегодня этот влог, потому что долго не снимала. Это очень плохо. И постараюсь вам что-нибудь рассказать. Так что увидимся с вами вечером. До вечера! Итак, я уже дома. Я встретила знакомую со школой женщину. Мы с ней поговорили. Очень мило. Она меня довела до слёз счастья и смущения. Она очень хороший человек. И я её помню довольно-таки хорошо. И приятно, что меня помнят. Да, мне, наверное, трудно забыть. Также я зашла на почту. Чайки где-то летают. Забрала свою посылку. И я её открыла, чтобы написать отзыв, посмотрела. В принципе, она пришла довольно-таки удачная. То есть никаких изъянов я в ней не нашла. Но покажу её вам только тогда, когда мне все оставшиеся посылки придут. Там где-то ещё 2-3 посылки должно прийти. Итак, я купила себе вот такие таблетки. Моё обезболивающее. Стоит такая упаковка 110 рублей. Я её уже вскрыла. Одну выпила, потому что мне что-то как-то больно стало. И так было мило, когда мне сказали «Вы не хотите воды? Я могу вам стаканчик воды дать, чтобы запить таблетку». Но я потом отказалась и зря, потому что мне потом начало всё болеть. И я купила себе вот такую водичку. Я не знаю, сколько она стоила. Рублей около 20, наверное. Обычная вода, ничего не могу о ней сказать. В принципе, нормально. Только мне смутило то, что бутылка какая-то, ну, как сказать. Когда берёшь бутылку с водой, у неё вот этот материал, пластик, да, называется. Он такой более твёрдый, а тут очень-очень мягкий. Меня как-то это смутило, но ничего страшного. Может быть, тому, что недорогая вода. Ну, ладно. Будем сейчас говорить о воде много-много лет. Далее я купила вала Гошу. Конечно же, шоколадный. Шоколадный мне больше всех понравился. Купила обычный вот такой хлеб. И к нему купила огурчики. Да, хлебо-огурчики. Три огурчика практически на 40 рублей. Я хочу это всё смешать с творожным сыром. Я думаю, будет неплохо. Боже мой, у меня вены от жары выступили. Это ужас просто. Далее я купила один гематоген. Удивительно, что я один купила. Ну, ладно. Творожок вот такой. Он у меня уже тает как-то. И два бананчика купила. Дороговато, правда, но ладно. Ничего страшного. Захотелось. И да, сейчас я буду кушать. У меня будет поздний обед. Или просто перекус. Я не знаю. И буду дальше досматривать Дораму. И сегодня, наверное, больше никуда не пойду. Несмотря на прекрасную погоду, мне что-то как-то больше не хочется уходить на улицу. Я не знаю. Ещё я хочу себе завтра, скорее всего, пойду в аптеку. Хочу купить себе кларитин, потому что это, наверное, единственное средство, которое не клонит сон и очень хорошо помогает от аллергии. Потому что я перед уходом выпила Лоретодил. Он клонит сон. Он довольно-таки дешёвый. И у меня всё равно начал отекать глаз. И это было крайне неприятно постоянно оттереть его. Это ещё и больно. Потому что когда же, знаете, ну слёзы, они такие соленоватые. И они когда текут, они разжижают кожу. Как-то вот так вот сила трения и соль. И получается больно. Я не знаю. Но вы поняли, что я хотела сказать, что там тонкая кожа и больно очень. Да. Что-то ещё хотела сказать. Что-то было ещё интересное сегодня. Я, кажется, забыла. Ну ладно. Мне ещё надо таблеточки для памяти купить. Хорошенькие какие-то. Да. Ну что. Приятного аппетита всем, кто сейчас тоже кушает. И сегодня у нас какой день недели? Сегодня у нас четверг. Хорошего вам окончания недели этой. И надеюсь, что мы с вами встретимся уже скоро. Потому что пора снимать видео каждый день. Но мне это не выходит. Поэтому простите меня. И до скорой встречи. Пока. Пока.